Спасибо, Андрей Борисович. Я хотел сказать, что это для меня сегодня особый мир, здесь принимать участие в мероприятиях форума и перед вами, потому что я уже в 70-е годы прошлого века три раза работал в ГАДИРУ и один раз в Академии науш. И потом много-много раз я побывал здесь и много лет работал здесь. И я хочу начинать мой ответ именно с этими личными практическими опытами, потому что нам кажется, что этот опыт сейчас именно в этой ситуации может быть очень понятен. Когда я работал ученым здесь, у меня была тема дезертации, юридическое урегулирование внешних экономических отношений Советского Союза. Меня часто критиковали в Германии, потому что им оказалось, что это совсем теоретическое дело, что нас эти свежения касаются, между нами никогда не имеют большие интенсивные отношения. В течение 70-х лет было в Академии, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше. Это было в Академии, когда я пришел в Москву в качестве директора этого Чембанка. Именно несколько дней назад начинался Афганская война, и в Американстве требовались экономическую войну против СССР, и это был довольно тяжелый скафер демократии. В это время в Германии было очень много демонстрации, противоракевидные демонстрации, боялись, что наша совместная политика, совместная с Курка, СССР и Габа обязательно придет к войне. И в то время наши бывшие люди в Германии решили, что мы должны возобновлять, что представили немецко-российскую, немецко-советскую традицию, что мы, это, как у нас называется, флаг целебных сакурционных сакурционных, значит, сперва надо послать практически люди, которые, врачи говоря, экономические саду, без задуманства, и на этом фундаменте можно потом построить другие связи. Значит, мы решили пойти на большой риск, на Советский Союз в то время приложил устроить трубок рабочих Гамаду на мой запах. В большинстве банку было предложено это финансировать. Это было для статочная сумма 10 миллиардов рима. Это было те, что никогда не предоставили компетент. И мы, как здесь в Москве, были переговоры на счет этого. И когда мы это заключили, это было действительно демонстративное новое строение. К сожалению, у вас сейчас в нашей стране часто анализируют таким образом, что мы, как банкиры, хотели ввести вас в наши руки. И те люди, которые, я так обряд, не понимают, что это было взаимный риск и взаимный шанс. Потому что если этот проект будет успешным, это обязательно должен стать примером для других проектов. Это особенно хорошо понял господин Рейнен, который был контакт в Советский Союз. Это убили зла. И именно на Донецкой банке и на Германии была произведена большая политическая функция США. Они требовали, чтобы мы это прервали. И если бы мы это сделали, то это было бы значимым, что больше сотрудничество средств мира может быть. Мы следили, наши, можно сказать, времен коммунировало экономическое сотрудничество, торговые связи, культурные связи и политические связи. И, значит, мы, как тот же банк, как раз не как банкиры, ведь банкиры работают тайно, закрытыми дверями, мы, в основном, проинформировали нашу структуру о прогрессе переговоров, о возможности. И, значит, это действительно стало, как здесь сказали, проектом ВЕКО. Это был такой хороший пример, что потом мы уже смогли это распространить на другие большие проекты, другие большие консервы, следили за этим примером. И моя инновация, как директором ВЕКО, здесь был открыт дверь нашего консервы, которые работают для исследований маленьких дел. И у меня каждый день были новые студенты, которые сказали, если ваш проект был успешным, тогда мы должны быть вашим премьером и возрастом. Значит, следующие годы, это сотрудничество между СССР, такое же, с Россией, выросло на несколько раз, и мы соединили этот проект именно с культурными, с человеческими и с политическими связями. У нас был прокурор, это газопровод будет, который был между СССР и Советским Союзом. А мы сказали, наш газопровод не может быть трудным, потому что мы как раз пока еще противники, но это должен быть связь между нашими сторонами, связь исторический и культурный, и поэтому мы предложили создать параллельную, так называемую, культурную работу. Значит, мы начинали организовать совместные выставки в истории. Это было очень известно таким образом здесь, узнали много о нашей стране, и с тех пор этот проект повторялось многими немецкими фирмами. И надо сказать, что с тех пор взаимные контакты тоже крепко развивались. Что это имеет совместного с пререшней взаимодействием? Некоторое время назад наши светы, к сожалению, улучились, и у нас начинали говорить о новой Желудной войне. Теперь часто можно слушать фессимистические прогнозы для будущего, и мы как разумеем, что пример — это казачья ситуация. Теперь можно повторять, что вы выпустите этот инструмент. Как можно сказать, я имею в виду у вас, это был, по-моему, большой, тепло, после того, как это было, и у нас нет переговоров, и кто у нас принимал это большее внимание. И здесь это преребывало большее внимание, и это было довольно негативно. И как мы сегодня утром, утром слышали, во крайней мере здесь было много критиков этих соглашений и фасимистических прогнозов. Я думаю, если мы это послуждаем не только как технические вопросы, не только как экономические, национальные вопросы, но и очень взаимосвращенные человеческие вопросы, это, знаешь, тоже политические и экономические, тогда можно еще снова начинать с нашего. Потому что теперь, считая ситуация довольно бесконечна, и если группа так продолжит, что это, наверное, идет не в ту сторону, и если мы систематически это подвергаем кубика, вы будете заинтересованы осуществлением и лучшим связи, когда будет позже взаимопонимание, и если взаимопонимание, когда будет позже взаимопонимание. Вот или вам последние минуты, я думаю, крыло стоит прийти. Я могу, вот в этой связи, вопрос, правильно ли я понял, что большой резерв для развития промышленности, не только для российской, но и германской режим, в области совместных проектов в рамках кооперации. И подобного рода отношения, они вполне просто позволительно являются, вообще говоря, одним из способов преодоления тех ограничений, которые накладывает РТО, и, может быть, выведение даже некоторых секторов из-за слишком острой и подчас нечестной конкуренции. Собственно говоря, кооперативные совместные проекты, особенно крупные инфраструктурные проекты, в которых, может быть, задействованы производители и германские, и российские, это путь, по большому счету, для того, чтобы возродить промышленность, дать ей устойчивые заказы и, в какой-то степени, оградить ее такой-то вредной экспансией, уничтожительной для конкуренции со стороны, например, восточно-азиатских производителей. Есть ли в этом резервы? И я как раз хочу повернуть, как раз в этом сфере, что нам придется, да, это новое совместное издание, которое это будет, например, в дни проекта. Есть уже возможности, которые будут пропущены, как виск, в новую, это, газопровод, северный даток, в том числе и много. Это следует как бизнес, как лук. Но как наш германский проект доказывал, это именно символ сотрудничества и взаимной ответственности. Есть, например, довольно интенсивное сотрудничество между немецкими фирмами «Зименс», «Натай», «Гунг», «Сбан» и российскими интересными дорогами, но это мало людей, мало людей знают, это надо как-нибудь опублицировать. Есть наш немецкий опыт в боссоединения, в позднее боссоединения экономика, экономика ГНР, провалилась совсем в тюрьме уже позднее, несколько лет. Очень концентрировали работы на другие индустриальные люди, генера, генераторские заборы частичные. Уже двое современное и двое эффективное. Для нас это тоже сможет служить вооакампионатами. Ускорение многокорезнов возможностей, самое важное, чтобы металленность насчет МВФ не заснестаться в том, что это теперь мировая конкуренция и мировая борьба за параллель, но тоже мировые возможности оперирования, чтобы не только противники, но и партнеры, и коллеги, и я думаю, что если мы используем этого нового решения, тогда ситуация может и должна быть совсем другая. И это мой ключ, что мы и учим на это трудное решение. Спасибо.